Здравствуйте! В эфире новости спорта, подготовленные агентством Тюменская арена. В областном центре 25 июля начинаются всероссийские отборочные соревнования на чемпионат мира по летнему биатлону. В центре «Жемчужина Сибири» пройдут старты в трех дисциплинах. По итогам состязаний у мужчин, женщин, юниоров и девушек будут отобраны по четыре участника чемпионата и первенства планеты, которые в конце августа примет Белоруссия. В Раубичи поедут те, кто в отборочных стартах наберет большее количество очков. Еще по две вакансии в каждой категории отданы на откуп тренерскому штабу национальной команды. Сейчас на сборе в Тюмени находится мужской коллектив России с тюменцами Александром Логиновым, Евгением Гораничевым и Андреем Вьюхиным в составе. Сложится коллектив, придет и результат. В прошлом сезоне одним из главных слагаемых успеха хоккейного клуба «Рубин», добравшегося до финала ВХЛ, было единение игроков. Сейчас команда серьезно обновилась и ситуация практически повторяет ту, что сложилось год назад. Количество новичков перевалило за полтора десятка, а освоиться им помогает костяк лидеров, в который входит и форвард Денис Давыдов. Он был ассистентом капитана в прошлом сезоне и, вполне вероятно, будет носить литерука на форме в новом. Но даже если и нет, то все равно должен стать одним из тех, кто поможет наставнику Михаилу Звягину снова построить единый коллектив. Новенькие ребята подходят, спрашивают, там, мы же по квартирам, где какой район выбрать. Так, я здесь уже почти все знаю, поэтому подсказываю, чем могу. Ограничение на игроков до 29 лет – беда золотого состава «Рубина». Оно не позволило остаться многим лидерам. Само собой, от тех новичков, кто будет лимитчиком, ждут многого. Опытный Егор Чугуев, за плечами которого больше 400 матчей в «ХЛ» это прекрасно понимает. Накладывается, наверное, какая-то дополнительная ответственность, то, что понимаешь, что тебе доверили быть в числе этих пяти человек. Будем показывать свою лучшую игру. В расположение команды прибыли еще двое хоккеистов. Юркий форвард Роман Горбунов в прошлом сезоне выбил больше 50 баллов в чемпионате Беларуси и должен добавить креатива атаки. А 193-сантиметровый воспитанник крепкой школы Челябинского трактора Евгений Петриков призван стать очень заметной преградой на пути к воротам «Рубина». Я сразу не думаю, согласился, потому что знал, что «Рубин» – хорош команда, финалист в том году. То есть всегда в топе, у меня даже мысли не было отказываться, сразу поехали. Задачи, конечно, здесь посерьезнее, атмосфера такая, как бы уже посолиднее, нет такой молодежи, как, например, у нас была в Челябинске. Ну, посмотрим, будем стараться, конечно, завоевывать самые высокие места. Первый предсезонный турнир «Рубин» проведет с 6 по 8 августа в Кургане. Игрокам МФК «Тюмень» в грядущем сезоне предстоит подтвердить свое чемпионство в российской суперлиге и достойно проявить себя в Еврокубке. Подготовку ко многообещающему сезону подопечные Игоря Путилова начали на первом домашнем сборе. Он традиционно проходит на стадионе «Геолог». Отдохнув от нагрузок, Артем Антошкин и компания вышли на первое тренировочное занятие с улыбками и огромным желанием поскорее восстановить физические кондиции. «Соскучились очень сильно по тренировкам и по команде, и по друг другу. И это самое главное, потому что все равно в сезоне все друг к другу притираются, надо отдыхать. Даже просто не смотреть друг другу в глаза, так будем говорить. Это тоже немаломажные такие моменты психоэмоциональные». Должен помочь тюменской команде и двукратный обладатель Кубка УЕФА Бруно Тафи. Экс-игрок «Пальмы Футзал» успешно прошел медицинский осмотр и уже вовсю осваивается в самом мини-футбольном городе России. Еще один бразилец Сол Салиш тоже добрался до региональной столицы и совсем уж собрался было приступить к тренировкам в составе Тюмени. Но местный кардиологический центр добро на это не дал. «К сожалению, Сол Салиш буквально два дня назад получил информацию, что он не прошел медицинский осмотр, очень большие проблемы с сердцем, поэтому мы отказались с этого варианта. Хотя игрок очень интересный, будем искать и работать дальше». Второй сбор игроки МФК «Тюмень» проведут в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Он состоится с 31 июля по 7 августа. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания.